Андрей, прошу. Мы попросим Андрея ответить, осветить все эти вопросы. Прошу. Добрый день, коллеги. Меня слышно? Отлично. Меня зовут Андрей Коваленко. Я технический директор, один из создателей и руководителей компании Vox Implant, которая, собственно, сделала тот продукт, на базе которого в Vitax 24 телефония и появилась. Отлично. Значит, наверняка большинство из вас уже представляет, зачем нужна телефония в CRM, но если для кого-то все еще окончательно это является таким спорным моментом, немножко таких вводных слов, зачем это может быть нужно. В первую очередь это позволяет интегрировать все бизнес-процессы, связанные с телефонными продажами, телефонным обслуживанием клиентов в CRM-систему. То есть прямо в CRM-системе у вас будет отчетность, вся информация по работе с каждым конкретным вашим клиентом. Плюс это позволяет сделать некую систему единой отчетности и повысить, собственно, качество обслуживания по телефону, потому что при звонке вы сразу видите, кто он звонит, что он хотел в прошлом, что от него можно ожидать, каких вопросов. Главный нюанс при работе, собственно говоря, с телефонией в Bittrex, это то, что она всегда облачная. То есть многие наверняка ставят своим клиентам Bittrex 24 в виде коробки, и для многих корпоративных заказчиков это является нормой. Но, к сожалению, телефония – штука сложная, и поэтому пока что она доступна только в виде облака. И, скажу честно, в горизонте этого года ситуация изменится вряд ли. То есть у нас есть идеи и планы по тому, как это можно изменить, но вот прямо сейчас мы, к сожалению, к этому не готовы. Поэтому это то, с чем нужно жить, и жить, в принципе, с этим можно, и я расскажу как. Собственно, если вы уже решили какому-то клиенту поставить телефонию, то нужно решить ряд вопросов. Первое – это, собственно, выбрать что-то, с помощью чего люди будут общаться. Второе – это нужно настроить, собственно, корпоративную сеть, чтобы все это, в принципе, работало. Потому что выбрать мало, нужно еще и сделать. И именно сама настройка состоит из нескольких частей. То есть это настройка пейрволов, настройка, возможно, самой коробки, если используются коробочные решения. Ну и какие-то еще нюансы маленькие. Собственно, самое главное – это выбор устройств, с помощью которых будут люди общаться. Надо сказать, что в Битрексе, независимо от того, чем вы пользуетесь, телефоном, софтфоном, веб-приложением или десктопным приложением Битрекса, все функции вам будут доступны телефонные. Поэтому, в принципе, с точки зрения функционала, вы не потеряете ничего, независимо от того, что вы выберете. Основных вариантов, в принципе, их три. Ну, четыре. Самый привычный и понятный для обычных пользователей телефонный вариант – это, собственно, телефон. У него есть как плюсы, так и минусы. Очевидный плюс, конечно, это качество. То есть качество, которое дает обычный аппаратный телефон, никакое программное решение не даст. Это то, с чем нужно смириться. Плюс для большинства, конечно, это привычно и удобно. То есть если человек до этого уже 15 лет работал с обычным телефоном, а то и 20-25, ему разбираться во всяких новых технологиях может быть не очень-то и интересно и хорошо. И, конечно, третий момент – это стабильность. То есть телефон включили, он работает, кушать, не просит, и с ним ничего делать и не нужно. Он будет работать через неделю, через две, через три, через год. Ну, конечно же, как у любого варианта, у этого есть свои минусы. В первую очередь это цена. То есть в отличие от других вариантов, IP-телефон стоит денег. И зачастую, особенно последние два года, уже немаленьких. Еще один минус – это отсутствие мобильности. То есть большинство людей сейчас используют ноутбуки. Мало кто уже использует обычные стационарные компьютеры. Поэтому вы взяли с собой ноутбук, у вас есть Bittrex CRM, вы можете работать где угодно. Если у вас есть обычный IP-телефон, то он остался там, где он остался, и вы остались, по сути, без телефоней. Также к минусам стоит отнести сложность настройки. Все-таки она есть, она зависит от каждого конкретного аппарата. Универсального рецепта, в принципе. Но он есть, но он подходит не всем, поэтому у всех есть нюансы, и их нужно иметь в виду. Второй вариант такой облегченный – это софтфон. Он, по большому счету, отличается от IP-телефона тем, что он бесплатный. Это, конечно, хорошо, но к тому, что он бесплатный, прилагается отсутствие гарантий, каких бы то ни было со стороны производителя. Такая же сложность настройки, как у IP-телефона. И все-таки зачастую пользоваться им очень удобно. То есть многие из бесплатных решений имеют интерфейс, который создан был не для людей, а для разработчиков и для телефонистов. То есть это просто бывает неприемлемо для широкого круга пользователей. Есть платные, конечно, софтфоны, но уж если ты выбираешь что-то платное, то, на мой взгляд, лучше купить IP-телефон. Третий вариант – это веб-приложение Bitrix24 в двух его проявлениях. Собственно, в браузерном и в виде доступного приложения. Плюсы очевидны. Настройка, в принципе, не требуется. То есть вы его запустили, оно работает, делать ничего не нужно. Если работает. Современные браузеры обеспечивают, в принципе, более высокое качество связи, чем те же софтфоны. Плюс также мобильность, о которой я говорил. То есть у вас телефон Bitrix24 будет всегда и везде с вами. То есть вы уехали в другую страну, никакого роуминга, ничего. Очень удобно. Плюс также цена, потому что ее тоже нет. Это может быть важным фактором. И также, в отличие от тех вариантов, о которых я рассказал раньше, при использовании браузера или приложения Bitrix, трафик от, собственно, компьютера клиента до нашего облака весь шифруется. Это может быть важно для интерпрайз-заказчиков, в принципе. Если они уже решились на то, чтобы пользоваться облаком, в принципе, то для них вот это может быть критично. Из минусов такого подхода, на мой взгляд, их два. Это то, что там невозможно ничего настроить. То есть если он не заработал, и, например, на компьютере установлено несколько звуковых карт или что-то еще, то могут быть проблемы, потому что настроить там нельзя ничего. И, на мой взгляд, все-таки в приложении плохо подходит для приема входящих звонков. Потому что оно завязано на браузер, а браузер все-таки такая вещь, стабильность которой под вопросом. Поэтому если бизнес-процессы завязаны не только на исходящие обзвоны, но и на входящие, то мы все-таки рекомендуем рассмотреть какой-то другой вариант. То есть можно, конечно, принимать в приложении входящие звонки, но будет ли это удобно, собственно говоря, людям, и повысит ли это эффективность их работы, это большой вопрос. Допустим, вы уже все выбрали, определились. Дальше, собственно говоря, нужно сделать так, чтобы вся эта конструкция заработала. Для этого я, чтобы было понятно, как это делать и что для этого нужно, я немножко расскажу о том, как вообще устроена наша система Vox Implant. Вдаваться прямо со всеми деталями я не буду, потому что их много, и система достаточно сложная, из многих блоков сильно распределенная. Но если это только те части, которые, собственно говоря, взаимодействуют с битриксом или с клиентским оборудованием, их три. Это специальные шлюзы для работы с браузерами, с веб-приложениями. Это медиасерверы и SIP-прокси, которые используются при подключении SIP-телефонов, софтфонов. И, собственно говоря, эти же медиасерверы используются при обмене данными с битриксом в процессе звонка. Собственно говоря, наша система географически распределена. Есть точки присутствия в Европе, в России, в Америке, в Юго-Восточной Азии. Это то, что касается медиатрафика. Поэтому, в принципе, независимо от того, где находится клиент, мы сможем обеспечить приемлемое качество голоса и низкую задержку. Есть пока что одно тонкое место, из-за которого часто возникали проблемы, особенно, по-моему, в начале года. Это, собственно, SIP-прокси, к которому подключаются SIP-телефоны. Он пока что в Америке. Поэтому, если есть какая-то сетевая проблема, они иногда случаются, то может случиться такое, что SIP-телефоны работать не будут. Мы с этим боремся. Мы собираемся эту часть системы буквально в течение июля географически тоже распределить, подвинуть поближе ее к российскому рынку. Но пока это то, что есть. Поэтому такие проблемы, в принципе, возможны. Они, конечно, редки, но случаются. Дальше, собственно говоря, вот что нужно сделать, в зависимости от того, что вы решили. Если вы, допустим, решили использовать SIP-телефоны, то вам нужно настроить на firewall-ах пропуск SIP-RTP-трафика. В принципе, если клиент уже раньше пользовался какой-то другой облачный тест, то настройки очень похожи. Наверняка их можно просто будет как-то скопировать, перенести, и особой проблемой это не возникнет. Из нюансов стоит отметить, что список серверов, он может меняться у нас. То есть мы постоянно расширяемся, количество клиентов увеличивается, нам приходится добавлять новое оборудование. Из-за этого, возможно, такая ситуация, что, грубо говоря, сегодня телефон не работал, а завтра мы добавили новый сервер, и что-то случилось не то. Чтобы этого избежать, во-первых, мы все делаем с неким упреждением. То есть мы сначала уведомляем Bittrex о том, что у нас будет новое оборудование. Насколько я знаю, на сайте Bittrex есть информация о списке всех серверов наших, которым нужно предоставить доступ. В принципе, если вы будете, скажем, раз в неделю просто обновлять информацию, никаких проблем с доступностью телефонии быть не должно. Еще такой важный нюанс. Многие роутеры используют такую технологию SIP-ILG, Application Layer Gateway. Ее лучше отключать первым делом, потому что зачастую она приносит только проблемы. Она как раз была создана для того, чтобы облегчить настройку телефонии в таких сетях, но почему-то работает она совершенно наоборот. Поэтому лучше ее отключать. Собственно, для SIP-телефонов и софтфонов все одинаково. Если вы решили использовать веб-телефон, то нужно разрешить немножечко другие типы трафика. Это список, опять же, того, что нужно сделать, есть на сайте Bittrex. Но из таких важных нюансов, вот отметить, что до наших серверов лучше отключить прокси HTTP. Если он в сети используется, а он во многих сетях используется, лучше его отключать. Потому что мы сталкиваемся с ситуациями, когда даже в рамках одной сети у части клиентов все работает, у части не работает. Это очень долго нужно разбираться. Оказывается, что просто в ROX нужно отключить. И как в ситуации с SIP-телефонами, важным нюансом является то, что список серверов меняется, и нужно за ним следить и иногда его обновлять. Плюсом веб-телефон является то, что если вы сервер наш новый не добавили, все будет работать все равно. То есть веб-телефон не смог подключиться к одному серверу, он подключится к другому. В случае с SIP-телефонами это очень критично, потому что такого механизма там не предусмотрено. В принципе, наша платформа совместима с любым SIP-оборудованием, которое поддерживает стандарт SIP. То есть если у вас какой-нибудь телефон использует H323 или MGCP, к сожалению, работы с ним не получится. Только SIP. Ничего кроме SIP. Но, насколько я знаю, сейчас это уже проблема практически не актуальна. Есть единичные какие-то случаи, когда у людей какое-то другое оборудование. Поэтому, в принципе, с этим проблем быть не должно. Кодеки поддерживаются стандартные тоже. 611, Opus, PIX. Поэтому практически любой SIP-телефон, да что уж там любой, сможет с нами работать. Многие клиенты хотят использовать ATS Vox Implant, точнее, телефонию Bittrex, работающую на базе Vox Implant. Но при этом у них, допустим, подключен городской телефон к уже к их существующей телефонной станции. Или у них есть какие-то выгодные, там, очень выгодные тарифы от какого-то поставщика. И остается задача интеграции нашей телефонии и телефонии заказчика. Тут есть, у Bittrex уже есть куча обучающих материалов на эту тему. Все рассказано очень хорошо. Но такие основные нюансы, что настройка происходит фактически в две стороны. То есть на нашей ATS создается пользователь, которым представляется ATS клиент, когда звонит нам. А на ATS клиент создается пользователь, которым представляемся и мы, когда звоним, допустим, в телефонную сеть через ATS клиента. Ну и, естественно, поскольку мы находимся в облаке, то необходим какой-то публичный IP-адрес, на котором, собственно, ATS будет доступна извне для нас. Также важным, очень важным моментом является подключение облака к контроллеру телефонии, который находится в коробке. Bittrex часть запросов выпускает через себя, а часть запросов идут напрямую от нас. Поэтому, чтобы все функции сервера, связанные с телефонией, работали хорошо, необходимо разрешить доступ к, собственно, Bittrex, который установлен у клиента, как из облака с контроллера телефонии, так и с наших серверов, чтобы они тоже могли сообщать всю информацию. Чтобы, если этого не сделать, скорее всего, звонки проходить будут, но работать будет не все. То есть, как вариант, возможно, не будет работать поднятие карточки при звонке. Но это лучше уточнить у коллег из Bittrex. Они более подробно смогут об этом рассказать. Что мы планируем сделать в дальнейшем с нашей платформы, чтобы телефония Bittrex работала лучше? Во-первых, мы хотим, как я уже сказал, наш C-прокси поставить куда-то поближе к России, чтобы увеличить стабильность этой части. Это планируется у нас где-то на июль месяц. Во-вторых, мы планируем расширять географию, собственно, наших точек присутствия. Вероятно, добавится что-то за Уралом. Возможно, что-то в Южной Америке. Это как бы те точки, которые мы еще не покрыли, но где потенциально есть какой-то достаточно большой рынок. Также мы планируем давать поддержку новых браузеров. В первую очередь это Microsoft Edge. Также, насколько я знаю, Apple тоже планирует строить WebRTC в Safari наконец-то уже. И поддержка этого браузера тоже появится, как только он уже будет работать с WebRTC. Поэтому, собственно, пользоваться телефоней и Bittrex можно будет комфортно не только в Chrome, в Firefox, или с помощью приложения Bittrex, но и в других браузерах. То есть сейчас она, возможно, там тоже работает, но использует Flash, и качество связи, конечно, оно просто ужасное, и мы так делать не рекомендуем. Также мы планируем добавить возможность транскрибировать записи разговоров в текст, чтобы добавить возможность какого-то анализа разговоров по ключевым словам. То есть понятно, что поскольку человеческая речь, особенно в процессе телефонного разговора, отличается от диктовки или что-то еще, просто простое распознавание разговора, скорее всего, приведет ни к чему. Это будет просто хаотичный набор слов, не имеющий ничего общего с тем, о чем люди говорили. Но какие-то ключевые слова, связанные с продажей или с вашими какими-то конкретными бизнес-процессами, их зачастую можно уловить, и на базе этого можно отслеживать какие-то уже KPI и что-то еще. Собственно, все. Если у вас какие-то есть вопросы, я буду рад на них ответить. Большое спасибо вам первых. Большое спасибо вам вторых. Так, первый режим, второй режим. Да, огромное спасибо Андрею за презентацию. Значит, мы собираем вопросы, действительно собираем их через мобильные приложения, они есть, мы их позадаем. Но для начала я, наверное, хочу сделать, это не рокировка называется, отдобавку такую на сцену, поскольку действительно проект у нас совместный. Часть функций лежит на компании Vox & Plan, часть функций лежит на нас, как компания 1S Bittrex. Мы попросим Евгения Шеленкова подняться на сцену. Сейчас. Женя, выходим. Да. Поэтому я буду зачитывать из приложения один вопрос, а вы, коллеги, договариваетесь, в чьей зоне ответственности он условно лежит, и отвечать на него. Я думаю, что так мы захватим побольше вопросов. А может быть, сразу скажете, где вот это разделение зоны ответственности, в каком случае нужно обращаться к вам, в каком случае нужно обращаться к нам, есть ли какое-то правило? Я думаю, лучше решать каждый раз, потому что это будет... Каждый раз индивидуально. Да. Ну, хорошо. Давайте тогда пойдем немножко по вопросам. Один. Хорошо. У тебя все хорошо и у меня все хорошо. Значит, за новыми функциями идти к Vox Implant или к Bittrex. Ну вот мы попробовали разобраться. Чего ждать в горизонте шести месяцев? Прежде всего изменение тарифов. Люди говорят дорого. Я не знаю, правда ли это. Правда дорого у вас? Ну, все субъективно. Как всегда, да. Тарифы, мы над ними работаем. А имеется в виду тарифы на номера или на звонки? Я думаю, что тарификация все-таки звонков, не номеров. Тут нужно понимать, что мы сами завязаны на других поставщиков. То есть мы сами являемся оператором связи, но, естественно, сети по всей России у нас нет. Поэтому тарифы зависят от того, что нам предлагают партнеры. Мы работаем над их уменьшением, конечно, и если такая будет возможность, мы их понизим. Но зависит это не только от нас. Это процесс постоянный. Вы с поставщиками работаете, соответственно, если есть… Чем больше клиентов, в том числе у Битрикса, тем больше, соответственно, получается объема трафика, тем лучше условия мы можем выторговать у наших поставщиков. Первая рекомендация тем, кто задавал вопрос, больше звонить. Чем больше вы будете звонить, тем больше шансов у нас сделать цены поменьше. Так, окей. Планируется ли использование обычных телефонов в рамках телефоней в Битрикс24? Хороший вопрос. Обычные телефоны, которые не… Ну вот да, у меня стоят обычные офисные аппараты, они не сиповские. Но вообще существуют специальные коннекторы, которым можно будет подключить обычный телефон, и он будет уже выдавать поток для IP-телефонии. Правильно? Да, есть еще один вариант. В Битрикс он пока что нереализован, потому что он сопряжен с некими юридическими и логистическими моментами. Есть возможность подключать специальные сим-карты, вставлять их в обычный мобильный телефон, и они будут работать как SIP-телефон в этой ситуации. То есть у вас будет как будто мобильный телефон, но он будет подключен как телефон КТС Битрикс. Вот сейчас я не вижу этого вопроса, но на самом деле много вопросов про мобильную телефонию, как это подключить, и мы говорим, что это реальный сценарий, он в каком-то горизонте событий может быть. Да, мы сейчас можем предоставить такие сим-карты пока что только в Москве. Насколько я помню, в роуминге они не работают. Мы сейчас ищем другого поставщика, который нам сможет дать сим-карты, которые будут работать по всей России. То есть в принципе эта вещь решаема, но если я говорю, то есть обычный телефон не Битрикс, это что? Человек заходит на сайт, подключает ее, оплачивает тем или иным способом, у него все работает. Тут как бы уже будет вопрос логистики, то есть сим-карты нужно нам как-то до клиента доставить. И это уже может быть проблемой. Ну при более сложных внедрениях, когда все-таки бизнес-логика предполагает такие сценарии, можно немножко усложнить. Кому идти за этим вопросом? Вам? Там? Ну скорее к нам. Потому что для Битрикса в этой ситуации ничего не меняется. Окей, хорошо. То есть можно подключить и стационарные телефоны, и даже мобильные телефоны можно включить в телефонию Битрикс24. Потрясающе. Вопрос про аналитику. Дозвонился, не дозвонился, занят, не занят, не берут трубку. Появится ли такая аналитика, можно ли будет что-то делать? Ну вообще это хороший вопрос. Нас постоянно спрашивают, когда будет расширенная аналитика. Так. Мы постоянно говорим, что она появится. И на самом деле... Частями она появляется. В этом релизе в Корсике было объявлено про карту клиента, правильно? Портрет клиента, который будет собирать все каналы коммуникации через открытые линии, через телефонию. Вы сможете отслеживать, какой канал у вас больше трафика, делать какие-то отчеты, какие менеджеры заняты, какие нет. Нет. Это выйдет этим летом. Отлично. Часть выйдет этим летом. Если есть какие-то конкретные пожелания, опять же, мы их собираем, друзья. Отправляйте. Мы смотрим для того, чтобы расширить функционал, понимаем, какой он. Так. На проекте столкнулись с ситуацией, когда у оператора были заблокированы адреса Box Implant. Знаете ли вы про такие кейсы, что делать в этой случае? Честно говоря, про такой случай впервые. Большинство наших адресов находятся в России. У нас инфраструктура своя. Мы никакими Амазонами и всем прочими не пользуемся. То есть, по идее, Роскомнадзор заблокировать нас не должен был. А вот тут есть приписка, да, я не дочитал. Бизнес-центр, видимо, к этому же относится. Бизнес-центр монополист, оператор-монополист. Он вредный такой, но внутри него находишься, можно ли что-то сделать? Ну, к сожалению, только договориться. Договориться с монополистами. Окей, интересный кейс с сценарием, по крайней мере. Хорошо. Давайте немножко дальше. Почему в зоне КОМ нет возможности купить украинский номер? Это связано с… На самом деле, купить его нет возможности и в зоне РУ, и в зоне КОМ. Купить его можно только в зоне украинской при прямой договоренности с компанией Киевстар. На Украине рынок еще сильнее регулирован, чем в России, поэтому, поскольку у нас там лицензии нет, никакой возможности самим предоставить телефонные номера в Украине у нас, к сожалению, нет. Смотри, предыдущий пункт – договориться с монополистом. Нет, не договориться, нужно просто прийти в Киевстар, прийти в обычный аварийский договор, и это работает. Но для этого нужно находиться на Украине. То есть не находясь на Украине, это сделать нельзя. Это особенность украинского рынка. Иметь юридическое лицо там, и, соответственно, заключить договор. Может быть, физическое тоже подойдет, я не знаю. Юридическое. Вот Дмитрий рассказывает, что юридическое лицо. Так, хорошо. Как организовать автоматическую рассылку SMS при использовании Bittrex24? Ну вот Катя комментарий дала уже, что у нас есть решения в Marketplace, которые позволяют реализовать такой сценарий. Так, хорошо. По видео. К нам, не к нам. Когда снимутся ограничения, будет запись видео. Но это, конечно, не по этой теме. Да, это не про телефонию все-таки. Ну, это про внутреннюю телефонию. Да, я так понимаю, что вопрос про WebRTC, на котором сейчас работает наш телефон-видеозвязь. Мы уже сейчас разрабатываем новую версию внутренних звонков. В нем не будет ограничения ни на голосовые, ни на видеозвонки. Мы полностью написали новый формат звонков на основе WebRTC. Они будут очень быстрые, вам всем понравится. Но в планах это где-то на осень. Возможно ли интеграция коробки, коробочного Bittrex24 с корпоративной АТС, CISC и UCS? Скорее всего, да. Если у АТС куплена лицензия на SIP, а в случае CISC это актуально. То есть она может ее поддерживать, но лицензии может не быть. Если АТС поддерживает SIP и лицензия куплена на саму АТС, то проблем, по идее, быть не должно. Вопрос про SIP-коннектор. Что это такое? Почему он необходим в коробке Bittrex24? Можно ли обойтись без Vox Implant в этом решении? Мы работаем… Вся наша телефония построена на базе Vox Implant. Соответственно, без Vox Implant подключить какую-то свою АТС нельзя. У нас были в маркетплейсе партнеры, которые делали подключение с Asterisk. Но, к сожалению, это настолько другой мир. Это практически всегда кастомные настройки. Это не IP-телефония, где ты выбрал номер, оплатил и купил. АТС – это всегда какой-то свой бизнес-процесс, заточенный под компанию, какие-то свои собственные настройки. Не бывает Астериска из коробки. Ты всегда его внедряешь. Именно поэтому сделать, чтобы просто так взять коробку Астериска, подключить ее напрямую к Bittrex24 – это практически нереально. Поэтому мы пользуемся услугами нашего партнера, Vox Implant, и поэтому всегда требуется… И за это отвечает SIP-коннектор. Вот зачем он фактически необходим. Окей. Некоторые разговоры не записываются у нас. Мы про телефон говорим, не про видео уже. Некоторые телефонные разговоры не записываются. Что можно с этим сделать? Есть ли горизонты какие-то улучшения? У нас есть небольшие потери, связанные они с коммуникацией между серверами. Там потери не очень большие. Мы будем стараться уменьшать это количество. Скорее всего, на осень у нас запланированы и по этому блоку работы. Мы сильно усовершенствуем систему и будем пытаться практически до победного записать эту запись. Потому что запись есть. Если у вас по какой-то причине, у вас включена настройка, что есть запись, но запись к вам не попала, обратите техническую поддержку. Коллеги свяжутся с представителями Vox Implant, и они предоставят эту запись. Когда можно будет настраивать несколько очередей и их визуально редактировать? Это к нам. Череда вопросов к Жене. Я так понимаю, что на самом деле много очередей будет требоваться тогда, когда мы запустим IVR. Когда появится голосовое меню, и будет сказано, что нажмите 1 для техподдержки, 2 для звонка Сергею Рыжику, 3, если вы хотите поговорить с Мартой. Я предлагаю первый пункт Рыжику принести на первый пункт, и на этом IVR закрыть. Как только у нас появится IVR, у нас появится… А появится? Это вопрос хороший, это больше по продуктовой части. И тоже к тебе. На лето такого не было. Возможно, это появится осенью. В летних планах IVR нет. Окей, когда мы реализуем IVR, мы будем думать про несколько телефонных линий. Когда можно будет передрисовывать звонок на мобильный телефон сотрудников во время разговора? Хороший вопрос. Это не очень сложная вещь. Мы пообсуждаем, возможно, добавим. Вообще-то это можно, мне кажется, сделать сейчас, если пользоваться SIP-телефоном или софтфоном. Да, с телефоном, с фартфоном. В каких кейсах это возможно сейчас? Это имеется в виду именно с браузера перенаправления именно на мобильный телефон. Сейчас именно с браузера на мобильный телефон нельзя. Но мы добавим в интерфейс наш. Технически это реально сделать, пока у нас это не реализовано. Иностранные номера и телефония в зоне Ком. Снимаетесь ли вы этим, продаете ли, осуществляете ли? Продаете ли вы номера за рубежом, соответственно, и, соответственно, телефонию по… Да, конечно, у нас есть номера порядка, по-моему, 40 стран. Единственное, что в некоторых странах нужно фактически находиться в этой стране, ну, точнее, иметь возможность предоставить какие-то документы, подтверждающие, что вы там находитесь, чтобы купить номер. Но во многих странах этого не требуется, и вполне можно это все организовать. Так, ну, друзья, мне кажется, в мобильном приложении я вопросов больше не вижу. Есть конкретный вопрос, который относится к, видимо, конкретному кейсу. Заказчик говорит, что что-то работает не так. Я рекомендую вот, потому что что-то работает не так у конкретного заказчика. Обращаться все-таки в техподдержку – это не общая ситуация. Друзья, спасибо огромное за вопросы. Нашим спикерам большое спасибо за ответы. Мы их сейчас поддержим аплодисментами. И я прошу, друзья, да.